Всем привет! Всем хорошего настроения! У меня такой нежданчик, прямой эфир по новинкам. Мне сейчас отдел продаж и закупок принес большую пачку шермиконов. Это весна-лето. Я решила вам прямо сейчас обязательно про них рассказать, показать и поработать. Парочка из них. Еще я себе здесь приготовила Голливуд, положила на всякий случай краски. Если кто не в курсе, покажу, что у нас краски гель-лаковые вышли в баночках, новые витражные для спецэффектов. Хотела еще раз показать вам текстон. Это такой типсик классно сделала с текстоном, с цветным. Вот тоже сейчас покажу. Короче, много чего покажу. Ну, основная... Ожидается они у нас 1 февраля. Коллекцию, конечно же, мы ждем с большим нетерпением. Она очень красивая. Очень красивый дарик. Скачется с Wi-Fi на LTE. Что сделать, чтобы не скукало? Так, прошу прощения. У нас здесь просто неполадки с интернетом. Сейчас все хорошо. Ничего, не дебать просто. Да, я отключила Wi-Fi. Он переключается на Wi-Fi, пишет мне слабый сигнал связи. Короче, вот они эти малыши, красавчики. Менеджеры даже подписали. Здесь, правда, наклеек нет. Они мне подписали номера. Сейчас я вам все покажу. Сфотографируйте. И можете уже делать заказ. Либо у наших дистрибьюторов. Чтобы поставили лист ожидания. Там, я не знаю. На сайте еще нет. Смотрите. На сайте тоже будет с 1 февраля. У дистрибьюторов тоже у всех по-разному. Конечно же, у первых будет у ближайших регионов. Всегда у Москвы у первых обычно. Потому что к ним проще всего доставить товар. У Петербурга. Чуть подольше идет товар. Но тоже будет у одних из первых. Дальние регионы чуть подальше. Да, мне так нравится этот фильтр. Скажите, прикольный. Вообще кайф. Он еще зубы делает такими белыми-белыми. У меня зубы, кстати, не такие белые. Глаза видеть охота. Хорошо. Переключу на свой другой любимый фильтр. Там, возьми мой любимый фильтр. Это у меня любимый фильтр. Вот. Отлично. Фильтр, который делает мои глаза огромными просто. Катя, убери очки. Без них красивая. Да при чем тут это? Просто мне нравится. Красивый фильтр. У меня такое самовыражение сегодня. Вот богиня, да. Ну ладно. Показываю, значит, что я тут приготовила уже. Сейчас, сейчас, секундочку. Классные типсики получились тоже. Прям один дизайн такой с текстоном классный получился неожиданно. Вернее, я подумала сначала, что я испортила дизайн, а потом смотрю, блин, красиво. Всегда говорю. Нет испорченных дизайнов. Есть просто незаконченные. Так, ну ладно. Давайте смотреть, что у нас нового. Нового. Часть из них каминг-сум. Часть из них уже есть в продаже. А, Вера Мирошниченко тут сидит и комментирует мне, что же такое каминг-сум, никто не знает. А я тоже вот не знала, что такое каминг-сум, а теперь знаю. Я учу английский язык. Это я вру, конечно, ничего я не учу. Вера Мирошниченко, а ты меня как-то вот, я не знаю. Не встревай, пожалуйста, в мою роскошную презентацию с моим хорошим настроением. Итак, в этот момент здесь встречаем новые шармиконы весна-лето 2022. Итак, шармиконов, как вы понимаете, их намного больше будет за сезон. Мы всегда их делим на части. Это первая часть, первая часть декораций. Причем сейчас я наилдрессы не показываю, я показываю сегодня шармиконы. Там будут также и слайдеры наилдрессы. Чудесный шармикон. Вы знаете, что цветные шармиконы, их сложно производить. У них более сложный производственный процесс, поэтому мы их делаем редко. Они, если в сезоне попадаются, то это обычно один-два варианта. В этот раз мы сделали больше. Смотрите, как чудесно, как прикольно. Юль, а дай мне эти капе для шармиконов. Итак, я сейчас показываю типсы. Ты мне дала только на это, а я на новые. Да что ж такое сегодня с ним? А, все, башка сломалась у этого. Блин, ну бери ножницы, тогда нарезай сразу. Она там легко отрежется. Не, не, бери вот так. Какие яркие. Да, яркие. Почему яркие? У тебя выкраска здесь гель-лаков есть весна-лето? Нет, я говорю весна-лето именно. Ну, она локомотивная коллекция. Так, первое. Какие варианты можно сделать с ними? Вот видите, они как добавочный вариант очень прикольный идут. Лето, хорошо. Лето нет, только вы знаете. А что ее нет? Мы их еще два не получили. Ладно. Короче, это классные элементы, которые вы можете как дополнение использовать. Либо как самостоятельный дизайн. Просто там поперек ноготочка, в центре ноготочка. Так, смотрим. Это цветные полосы шармикон 206. Можете, смотрите, сразу QR-код. Ну, это уже после, либо отдельным телефоном можете пройтись. Так, это у нас был номер 206. Так, запомнили, да? Кто успел, сфотографировал. Если пропустили, ничего страшного. Потом обязательно пересмотрите прямой тверд. Следующая такая абстракция. Смотрите, в шармиконах это очень классно смотрится. Потому что, в отличие от слайдера, после покрытия финиша, золото, серебро, конечно, у шармикона выглядит роскошно. Выпукло. Так, как будто делали технику литья. Что это у нас за номер? Это номер 207. Называется искусство. То есть, как раз можно сразу же тут по QR-коду переходить. Посмотреть, как работать с шармиконами. Потому что всех всегда сбивают. Что это за слово такое? А это всего лишь стикеры для ногтей, которые мы обозвали шармиконами. Так, сейчас показываю с ними. Типсики. Трищ. Ну, классное дополнение для абстракции. Смотрите, просто для градиента. Для матовой фольги. Для вот таких всевозможных клякс. Спайдер гель. Ну, блин, короче, крутые. Идем дальше. Идем дальше. А это шармиконы, которые уже есть в продаже. Я сегодня с ними как раз и поработаю. Очень кайфовы. Они вышли раньше всех. Поэтому они уже есть в продаже. И у дистрибьюторов, и на emyshop.ru. Так, это у нас граффити номер 204. И это эмоджи номер 203. Крутые. Яркие тоже. Вот видите, сложно делать печать, и чтобы при этом они оставались тонкие. Поэтому мы их много не делаем никогда. Поэтому за сезон буквально один-два варианта. Вот в этот раз получилось сделать вот уже какой я цветной по счету показываю. Это вот тоже три варианта. И там будет еще у нас потом, чуть позже туда. И мы сегодня как раз с ними и будем работать. Их классно. Миксовать с яркими оттенками. То как раз мы... То как раз, что мы и будем с вами делать, когда будет коллекция весна-лето 2022. А вы уже как поняли, судя по типсам, это будет яркая коллекция с чистыми цветами, модными. Да, кстати, вот эти штуки, их знаете, как молодежь сейчас называют? Их называют теги. И это сейчас последнее такое новое. Они обожают теги. У меня дочка сама тоже их очень любит. Она их бесконечно рисует. Они бесконечно покупают очень много одежды, где как принт идут именно теги. А мы вам предлагаем маникюр с этими тегами, да еще и с цветными, в стиле граффити. Так, поехали дальше. Следующий шермикон. Вот такой прикольненький. Мне, конечно, больше всего здесь нравится попочка в колготках. Посмотрите, какая это прелесть. Вот она, популечка. Блин, жалко, что здесь всего две попочки, поэтому сразу покупайте несколько шермиконов. Потому что здесь обычно все по два, либо что-то по три. И они же малышки, поэтому сразу брать там три-четыре штучки. Классная попка, да? Ой, вообще кайф. Анна Калут оценит этот шермикон, я уверена. Это, знаете, как вот Санкт-Петербург и Москва. Это как две разные полярности. Вот настолько разные клиенты. И вот назваю, это шермикон для Санкт-Петербурга. Вот так вот. Так, смотрим типсы. Снимем. Сейчас, одну секундочку. Где моя тут папуля? Так, так, так. Сейчас, одну секундочку. Юля, ты меня с жопками... А, с жопками, вот они. Ага, смотрите. Вот подсказка на типсах. Вот сейчас я вам не могу коллекцию весна-лето показать, потому что выкраску еще не сделали. Но уже по выкраске видно, что там будут идеальные, красивые, чистые оттенки. Вот, Юля мне сейчас подсказывает. Ты что, сидишь, выкрашиваешь? Весна-лето осталась. Отлично. Короче, сейчас вам покажу еще коллекцию весна-лето. Потому что, напомню, у нас вышла коллекция январская. И она уже закончилась. Вернее, как закончилась? Закончились наборы. Но эта коллекция осталась еще по штучке. Там немножко, но есть. Наборы, я уверена, есть у дистрибьюторов. Поэтому, если помониторить дистрибьюторов, у них обязательно, если захотите, найдете и наборы. На официальном складе наборов уже нет. Вот на Эми-шоп. А кто может залезть на... На Эми-шоп наборы есть. Блин, а что тогда я говорю, что наборов нет? Ну, хорошо, я поняла. Значит, на складе уже нету, видите? А на сайте есть. И у дистрибьюторов есть. Короче, напоминаю, январская весенняя коллекция – это Нижнятина. И очень много сейчас отзывов идет по этой коллекции, что, пожалуйста, оставьте все эти цвета в базовой коллекции. Вот. И здесь видно вот по этим шермиконам, что цвета в летней коллекции, они будут яркие. Как называется коллекция? Какая? Летняя? Ну, сейчас я пока не буду говорить, как она называется. Хотя мы ее уже, по-моему, название начали рекламировать. Так, ну ладно, идем дальше. А, ты про мой импульс. Да, летняя коллекция будет называться «Мои импульс», и мы ее уже начали по чуть-чуть рекламировать. Но она пока «Каминг Сун», она будет туда, в середине февраля. Январская коллекция. Слушай, напомню, как январская называется? Январская? Гель-лаки. Да, «Клозет Нейча». Господи, Катя Мирошниченко, учи английский. Короче, услышали, да? «Клозет Нейча». А дай мне набор, покажу девочкам. «Клоза». Девочки, в Англию, ну, конечно, с опозданием. Во-первых, чтобы в Англию, Великобританию что-то доставить, но, извините, это все равно, как, это же не Евросоюз. Туда надо доставить. Вот, поэтому, кошечки мои, это как айфон. Айфон первый. Да что ж такое? Валера, у нас здесь навернулась одна подставка окончательно. И она меня бесит просто. У нее башка слетела. Короче, вот здесь вот прям отломалась. Глянь, все, не могу ничего сделать. Да? Вон, видишь, что? Нет, это пленка. Да нет, вот здесь что у меня, оно ездит. Достань телефон. Ну, как у меня прямой эфир идет? Как я могу достать телефон? Все. А, понятно. Чисто по-женски, понятно, Валер. Ты так и скажи, Валер, курицы. Как вы меня задолбали, что даже не можете штатив нормально по-человечески прикрутить. Так, смотрите, какая красивая коллекция. Надеюсь, что у вас получится ее купить именно в наборе. Потому что вот на самом складе наборы закончились. Наборов больше нет. Продается только поштучно. Вот, но наборы есть еще на emyshop.ru и у наших официальных дистрибьюторов. Так, а, кстати, знаете, какое сейчас предложение есть? Если, а нету там, ну ладно, короче, не помню. Так, ладно, с ангелочками, напоминаю. Ангелочки называются Rock'n'Roll. А, я, кстати, не показывала. Это номер 210, Rock'n'Roll. Сейчас рисовать будем, девочки, потерпите. Сейчас покажу типсы, которые я приготовила. Вот, что я на сегодня приготовила. Сейчас будем делать такие объемные сердечки из эмпасты, такие кляксы и вот такую классную абстракцию. Смотрите, какая красивая, классная абстракция. Так, короче, мои любимые попочки в колготочках. Вот она, попочка. Смотрите, чудесненькая попочка. Называется Rock'n'Roll. У меня просрочены ваши гель-лаки. Что с ними делать? Да ничего не делать, сработайте вы ими. Если там нет никаких комков, каких-то неожиданностей, это все равно химический состав. Вы должны понимать, что там в самих цветных гель-лаков ничего натурального нет, поэтому этот срок годности, он все равно условный. Просто гель-лаки, конечно, не хранятся так долго, как краски гелевые, те вообще десятилетиями могут храниться и ничего не будет. У гель-лаков есть специфика, они все равно могут там слегка сполимеризоваться даже от воздуха с годами, поэтому проверяйте. Если перемешали и все хорошо работаете, ничего с ним не будет. Так, следующий шермикон. Фотографируем экран, очень классный и я его обожаю. Смотрите, какие клевые вот такие тут калы маленькие. Их классно клеить вдоль ноготочка, например, сверху от кутикулы. Здесь такие классные листики, веточки, очень классные. 211 называется тропический сад. Номер 211 называется тропический сад. Так, с ним мы сейчас посмотрим с вами тропический сад. Типсики. Тоже очень классно, видите, с нейлдрессами смешивать, со спайдер-гелем. Ну, просто прикольные, классные. Здесь, правда, что-то девчонки не использовали калы. А вы что, вот эти калы на типсы не клеили для капе? Так странно, копы и только листья вот эти. А это вообще не исход. Вот. Так, здесь шермикончик посмотрели. Остался последний шермикон, который выходит. Смотрите, это первая партия, вторая партия. Там еще много классных штук. Смотрите, что мы еще ждем. Цветные лунки у нас будут. У нас много классных еще штуковин будет. Так, ладно, сейчас нам покажем. Так, смотрите, вот эта техника в одну линию, это очень популярно. И вот сколько бы мы ни делали эти шермиконы, каждый раз они самые продаваемые. Вот, поэтому мы в одну линию сделали шермиконы. One line, потому что они классные. Они не повторяются по сравнению с предыдущими сериями. Вот, поэтому тоже вот кто любит one line art, пожалуйста, шермикончик. Называется «Женственность номер 209». Этот стиль называется one line art. Дизайн, рисунок в одну линию. Так, ну, на этом обзор мы шермиконов закончили. Я буду сейчас работать с теми шермиконами, которые уже прям в наличии есть и у нас на сайте, и у дистрибьюторов. Вот они, яркие штучки. Очень крутые, классные. И сейчас пора показываю одним глазком вам, что ожидается коллекция летняя, как я говорила. Она будет вырви глаз, яркая, сочная. У меня, конечно, мечта, я вот 369-й. Я просто мечтаю накупить себе кучу вещей. Кто следит за моим инстаграм, я уже начала потихоньку одеваться в эти оттенки. Давайте сейчас посмотрим на меня внимательно. Во что я сегодня одета. Конечно же, я одета в этот цвет. Цвет называется... Ну, я его называю цвет... Ну, как же этот цвет-то? Папайя. Вот, цвет папайи. Название, конечно, мы ему не стали делать папайя, но реально папайи будет очень много, когда у нас наступит весенний, летний. У меня желтый плохо идет. Смотрите, желтый, цвет папайя, это, конечно, все очень смелые оттенки, но они классно смотрятся в дизайне. Вот, в дизайне, поэтому здесь, чтобы эти цвета клиентам продавать, нужно обязательно со мной ходить с такими ногтями. Делаем одну руку желтую, вторую руку оранжевую, и все. Вот, поверьте, клиент, она покупает глазами, женщина. Она даже вот на типсы может очень долго смотреть и не понять, а как это будет на ней смотреться. Вот, поэтому... Сколько себе стоимость покрытия геля от Винни? Ой, слушайте, не задавайте мне сейчас такие вопросы, я не знаю. Нейл Данил. Данил, напиши в инструкторскую группу, и там инструктора, девочки, кто-нибудь тебе ответит обязательно. Так, ладно, делаем дальше с вами обзор. Сейчас мы отключим фильтр. Что, поехали! Значит, предлагаю сегодня вам сделать дизайн на белом фоне. Сейчас мы будем брать белый фон, у нас универсальный будет. Так, давайте типсики, наверное, с подставочек снимем. Вот так вот. Предлагаю сделать вот эти два варианта. Первый, это как раз новые шармиконы. Это то, что называют сейчас молодежь тегами, один типс. Вот они, теги справа с синим текстоном. И смотрите, вот такие объемные сердечки я сделала эмоджин. Так, сейчас, простите, не могу читать вопросы, девочки. Поэтому мне нужно сейчас начинать делать дизайн. Я как закончу делать дизайн, я обязательно просмотрю вопросы и отвечу. Хорошо? Давайте я сейчас буду комментировать то, что я делаю. Кто спрашивает, на что сажаю типсы, это Патофикс. Продается в канцелярских товарах. Он так и называется. Можете просто в гугле забить. Патофикс. И он выскакивает. Где он может продаваться? Он в Ашане можно купить, в интернете, в магазине в каком-нибудь. Вот этот Патофикс, он продается практически везде. Здесь просто нужно правильное название его вбивать. Вы прям пишете, можно прям по-русски писать. Пишет, конечно, по-английски Патофикс. Так, я делаю два белых типсика. Патофика, да? Ну, я не совсем помню, как называется. Вроде Патофикс, я думала. Кстати, вы мои ногти оценили, Дольче Габбана? Просто. У меня оргазм от этих ногтей. Я прошу прощения, конечно, за такой сленг, но другого слова я не могу подобрать, когда мне очень нравятся ногти. Я не захотела убирать длину. Думаю, как раз длина побольше, пространство побольше для дизайна будет. Так, ну здесь и с текстоном сейчас чуть попозже начнем работать. Хотела вам напомнить за цветной текстон, потому что у нас с прошлого года было очень много просьб выпустить цветной текстон, вернуть его. вот, и мы решили сделать небольшую партию, прям буквально чуть-чуть. Вот, прям буквально чуть-чуть. Текстон цветной. Вообще, я его изначально, цветной текстон, для чего выпускала? Это маджента, голубой и черный, чтобы красить серебряный и золотой текстон. Изначально это было для этого сделано, чтобы подкрашивать дополнительные оттенки, можно было. Вот, чтобы можно было из серебра делать светло-голубые, бирюзовые, светло-розовые. Чтобы вот этот черный добавляешь к серебру, можно делать такой цвет темной стали, такой цвет асфальта. Вот, потому что, например, в чистом виде черный, он, конечно, не дает эффекта крома. Но если вы добавляете туда серебряный текстон, черный сразу превращается в такой хромированный темный оттенок, темно-серый. Да, на ногтях можно полностью покрывать. Я сейчас чуть попозже расскажу правила покрытия текстоном, потому что там есть правила. Так, ну, поехали. С шермиконами это самые быстрые дизайны. И у нас вообще вот, ну, как оборот, львиную долю в компании, конечно, занимают наши любимые шермиконы. Вообще декорации, но именно шермиконы. Поэтому обязательно, когда сезон каждый следующий наступает, мы всегда, помимо гель-лаков, выпускаем еще очень много декораций, основной упор идет на макеты именно для шермиконов. Конечно, очень много что-то берем и отрисовываем сами, потому что у меня очень большой штат дизайнеров. Вот здесь, в Ростове, они сидят у меня на восьмом этаже. Аж уже сейчас шесть человек дизайнеров. Вот, сейчас у нас на удаленке один дизайнер работает, тоже художник. Поэтому что-то берем готовые, конечно, макеты из интернета. Вот, но в основном стараемся сами отрисовывать. Смотрите, какие классные штуки. Так, сейчас хорошо-хорошо сушим текласс. Первое правило работы с шермиконами нужен топ без липкости. Можно, в принципе, взять топ с липкостью, обезжирить и клеить шермиконы. Но кто вот давно работает с шермиконами, все знают, что идеальный топ без липкости финиш, это текласс. Он имеет такую резиновую текстуру. И, с одной стороны, это может, например, клиенту не подходить, да, вот такая прорезиненная поверхность, если она там коробки разгружает, там, я не знаю, очень много работает там где-нибудь на складе, где механическая нагрузка на ногти идет, там, в этом случае, возможно, ей текласс как финиш не очень подойдет. Вот, но я сама люблю очень текласс, вот, это такой резиновый топ, я бы сказала, каучуковый. И вот, когда он через две минуты высыхает, на него очень здорово приклеиваются вот эти стикеры. Поэтому я не люблю брать топ с липкостью, обезжиривать и клеить стикеры шермиконы, хотя все приклеивается. Вот, я люблю, когда на текласс это все дело делается. Так, в одном варианте я предлагаю взять синий текстон. Юля, слушай, Вера, блин, фен, фен нужен, фен, как же я без фена, она начала курс читать. А фен здесь или нет? А, все, слава Богу, ладно. Так, что нам для текстона сейчас понадобится? Самый обыкновенный фен, чтобы время сэкономить. Видите, как водичка, он сделан на основе растворителя, ты мне вырубила вот эту лампу, пошуруди ее. Юлечка. Ну, там надо просто как бы, ну, под этот, под заправь, заверни их под, берешь прямо и заворачиваешь, да. Нет, прям, ну, вот, все, идет. Так, берем губку, вот такую губочку и на один вариант мы делаем мы делаем текстон и, как я уже говорила, текстон классно высыхает, если мы используем фен самый обычный. Закончили. Видите, дает металл красивый. Вот перламутровые гель-лаки у них нет такой плотности, видите, а текстон, он дает прям такую высокую плотность. Понятно, что можно заменить пигментами, например, текстоны, но, например, такой вот рисунок интересный не получится сделать. Писать фен. Фен? А, я вам подожду. Подождешь? Ну, прости, пожалуйста. Так, поэтому рекомендую, просто это очень быстро тогда. Может, ты тогда посидишь в эфире и мне там поотвечаешь. Люди как раз увидят твой новый аккаунт. Девочки, сейчас Вера Мирошниченко присоединится к эфиру и будет отвечать на ваши вопросы. Да. Вера, еще не все знают, что я заблочен. Нет, Вера, до сих пор очень много пишут людей, где твой вообще аккаунт, где ты потерялась. Сейчас Вера Мирошниченко вам будет писать со своего нового аккаунта. Вера Мирошниченко очень много пишут людей. Вер, ну ты что встала возле моего телефона? Так, поехали. Как это называют молодежь? Теги. Мы называли это граффити, потому что эти теги, они в виде граффити сделаны. Я выбираю такое очень, с кляксом. Короче, очень крутые, классные. Я вот недавно показывала, как мы на курсе маникюра делали покрытие девочки молодой. Цвет для фона использовали зеленый, и они любят частично покрывать ногти, чтобы не полностью, а там, кляксами. Тут покрыли, тут покрыли. Так, ну, так как здесь текстон, в принципе, находится в центре ноготочка, шермиконы тоже находятся в центре, да, то мы здесь просто возьмем один слой теклоса нанесем, либо ультрашайна, либо топ с липкостью. Кстати, вот очень рекомендую топ с липкостью. Юля, а найди топ с липкостью. Вот все за него очень часто забывают, потому что вот я в эфире его не использую. Почему? Ну, время экономлю, чтобы не тратить время на обезжиривание. Хотя, по-хорошему, именно этот топ подходит идеально для покрытия ногтей с дизайнами. Вот когда очень много шермиконов, слайдеров, вот нужно брать топ Эмилак с липким слоем. Роскошный топ, вот роскошный. Вот кто забыл, что у нас есть этот топ, вспомните о нем, девочки. Это такой классический гель-лаковый топ с липким слоем. Он и не жидкий, и не густой. Он очень, таким, знаете, хорошим выравнивающим слоем ложится и хорошо держит декорации. Вот прям рекомендую. Так, ну этот дизайн у нас с вами готов. Вот к нему я предлагаю сделать пару вот такой виде, например, покрытие текстоном. Был вопрос в самом начале эфира, как делать покрытие текстоном. Если сделать покрытие финишем недостаточно грамотно, будут сколы. Вот сразу предупреждаю. Итак, первое, что я буду делать, можно нанести для страховки какой-нибудь цвет под оттенок текстона. Ну, здесь можно было бы взять розовым лаком покрыть. На тот случай, что если все-таки скалываться начнет у клиента с торцов, это будет незаметно. Но вообще я так не делаю. Как я делаю? Я на голый ноготь наношу сразу теклос топ безлипкого слоя, потому что текстон дает красивый металлический эффект, только при условии, что он ложится на какую-то глянцевую поверхность. Поэтому очень важно нанести топ безлипкости ровно, потому что если ваш топ был нанесен с проплешинами, с каким-то мусором, с неровностями, то, конечно же, текстон все это подчеркнет моментально. Вот сейчас покажу вам разницу. Вот смотрите, вот голубой ноготь. Видно вот такие какие-то небольшие выпуклости. Это видно, что Катя Мирошниченко забыла про этот момент, торопилась, и когда наносила теклос перед текстоном, нанесла неровно. Если сравним с розовым, вот розовый хорошо выглядит. Почему? Потому что здесь я постаралась и нанесла ровно теклос топ-гель. Поэтому очень важно, если мы делаем текстон на весь ноготь, нужно наносить на абсолютно ровную поверхность. Это очень важно. Это первое. Второе, знаете, вот пересмотрите потом эфир и запишите себе это как шпаргалку, потому что курсов по текстону давно не снимали, вот, и там не все эти курсы покупали, и многие там уже забыли, как с текстоном работать. Вот, второе, какой второй важный момент. черный текстон, смотрите, в чистом виде на весь ноготь лучше не использовать. Если хотите работать с черным текстоном, да, там получается такой красивый черный металлический эффект, да, вы просто его берете и немножко разбавляете серебряным текстоном, вот прям чуть-чуть. это рекомендация. Он останется таким же, как темным графитовым, вот, понятно, но он будет давать красивый металлический эффект, потому что изначально черный делали для того, чтобы подкрашивать. Вот, если, например, черный добавить в золото, получается очень красивый оттенок золота, добавить в синий получается красивый темно-синий глубокий оттенок, но это все эффект крома. Изначально, конечно, это не цветные гель-лаки, это не лаки, это краски с металлическим хромовым эффектом. Не металлическим эффектом, а хромом. Юль, слушай, подай, пожалуйста, влажную салфетку, не дотянусь. Я тебя извиняюсь, конечно, я очень сильно извиняюсь. Вот, поэтому это мы запомнили, да, черный текстон в чистом виде на весь ноготь не рекомендую. Третье, и самое главное, тоже многие пропускают этот момент. Если вы топ с липкостью не досушите, смотрите, ой, без липкости, Teclos, например, не досушите, он тоже не даст такой, знаете, красивый эффект. Если хоть чуть-чуть останется диспрессионной пленки, будет некрасиво. дальше, не всегда может лечь идеально с первого раза текстон. что я в этом случае делаю? Во-первых, перемешать надо. Вот, смотрите, я нанесла, начинаю сушить феном. А где Галя, девочки, она, Галя, у Галя опять ребенок заболел. Я вот вижу, где если прозрачновато, я могу так взять и второй слой нанести. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ застал. АПЛОДИСМЕНТЫ ШУМ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ Все, можно в лампе сушить, но долго, особенно если на весь ноготь, мне не кает, мне проще это феном сделать, вот, все, сейчас он у меня постоит, и я его просто перекрою топом, сейчас покажу, как перекрывать, сейчас покажу, как перекрывать, так На всякий случай проверяем, смотрите, вообще, конечно, первый слой лучше текласа наносить, но у текласа нет адгезии, как у топов с липким слоем, вот, поэтому я обязательно потом наношу второй слой, либо текласа, либо топа с липким слоем И что обязательно, очень важно делать, во-первых, первый слой топа, я так всегда учила вас работать, вот, когда делаете втирку пигментом, делаете, блин, делаете отпечатывание фольги Текстон, блин, мне нужно посмотреть курс топ 10, есть там текстон или нет Слушай, а Юль, принеси мне теклас, пожалуйста, у меня уже теклас полупустой, я просто нервничаю, сижу, что я не могу достать Спасибо Движение раз, два, три, и моментально в лампу Во-первых, есть вероятность, что топ тоже, он где-то может не лечь, такое тоже бывает, это нормально, ничего страшного В топ 10 его нет, а может его, кстати, и нет нигде, кстати, текстона Я его добавляла в Азбуку Линии, по-моему, раньше Поэтому, кто вот старый Азбуку Линии покупал, вот, у них там, может быть, текстон есть, да, в каких-то уроках Текстон отдельный курс был раньше, я его хотела перезаписать, но так и не перезаписала Вера, чтобы перезаписать все мои курсы, там, я не знаю, памятник надо поставить Меня хватило только на часть курса, текстон мы не перезаписали Текстон встречается в некоторых курсах, надо просто посмотреть по типсам, где я работаю текстоном А, нейл-ювелир, я в нейл-ювелире работаю текстоном Так, и второй слой И смотрите, что я делаю Нужно обязательно запечатать торец Не запечатайте торец, прям, вот, знаете, хорошо У меня, знаете, как иногда мастера делают Они берут отдельно, наносят на торец Смотрите, вот так Наносят на торец, стоп Вот, ловите лайфхак Лайфхак, так делать хорошо Также на пигменты Потому что с пигментов тоже ток скалывается Сушим То же самое происходит с фольгой на весь ноготь Тоже, если вот правильно не запечатать Вот, смотрите, я когда торец уже залила Уже я наношу второй слой сверху И можно чуть подвыровнять, если требуется Вот тогда вероятность скола минимальная Вот, поэтому очень важно запечатывать торцы у текстона Если вы им работаете на весь ноготь Вот По текстону объяснила Следующий хотела поработать вот с этой новинкой Шермикон Эмоджи Очень прикольные, хорошенькие девочки Смотрите Хорошично как Понятно, что можно, например На белом это получается ярко Так, а если смешать черный фон Где-то у меня здесь образцы были на черном фоне Тоже здорово получается Сейчас, минуточку Вот это я так много говорю Я давно столько в эфире не говорила много Я как из пулемета тоже классно смотрится еще раз напомню видите как раз летняя коллекция которая будет в середине февраля ожидается она будет очень яркая очень ярко так и берем белый фон типсика сделаем сейчас покажу как сделать из импасты вот такие с контуром объемные сердечки не очень классно эти эмоджи дополняют не хотите вот так разноцветные можно оставить только розовые поехали тоже фон белый лотос смотрите текстуны бы можно заменить например пигментами да вот последние несколько лет стали популярны вот эти вот пигменты с эффектом металла вот но я вот почему не люблю с ними работать потому что если вам например сделать какие-то элементы выделенные отдельные нужно вот пигмент он не всегда вот может идеально прям вот так вот лечь и не оставить вокруг себя следы потому что обычно когда начинаешь топом перекрывать он может где-то местами такими мелкими крупинками потянуться вот как раз отдельные элементы текстуном сто раз проще делать но я не знаю это вот прям вот ну очень удобно теперь наносим теклас да помним работа с шермиконами главное правило приклеивать на топ без липкости желательно теклас если нету текласа можно взять любой топ с липкостью просушить и обезжирить но есть вероятно что если например у вас где-то шермикон попадет здесь на боковые стороны на торец он не будет прям идеально приклеиваться а что там передам катя по пластинам я сама хочу в стемпинге я я уже говорила не один раз обязательно когда выйдут пластины первая партия мы посмотрим на продажи если все окей я запущу пластины с дизайнами как раз наших всех трафаретов вот вся акварельные трафареты да вот то что для жестовской росписи трафареты nail cruz трафареты мы их все абсолютно сделаем в пластинах потому что только ради этого я сказала что будем делать стемпинг то что я не хочу на него делать очень сильный упор вот но чтобы вот не печатать эти декорации вот я их часть хотела в пластинах выпустить покрытие под кутикулу текстоном сложно смотрите действительно сложно вот потому что он жиденький как водичка вот здесь нужно просто аккуратно чтобы кутикула конечно было как таким капюшончиком приподнята чтобы удобно было залазить тонкой кисточкой и желательно на кисть много не набирать так берем теперь вот эти шарми кончики смотрите какие они классненькие они у нас впервые были напечатаны на коллекции а им боссе я им яме я когда увидела говорю блин говорю давайте сделаем это шарми конах классные макеты так просто на весь ноготь специально делаем и среди них сейчас нарисуем сердечки предлагаю перекрыть матовым топом когда много декораций топ матовый чтобы лучше лег рекомендую взять топ-слайдер смотрите топ-слайдер перекрыть небольшим слоем все равно гель-лаковые топы если их тоненько наносить они не дают лишней толщины во-первых выровнят хорошо поверхность для матового топа и матовый топ кто работал знает причем неважно какой фирмы матовый топ лучше ложить на дисперсию либо это дисперсионная пленка самого цветного гель-лака а если вы делали декорации какие-то да и у вас уже нет там липкости то лучше матовый топ нанести на липкость поэтому я люблю топ-слайдер использовать беру два слоя матового топа наношу и все рисунок сердечки объемный он будет у нас идти сверху топа сверху топа поэтому матовым топом перекрываем и готовим м-пасты вы все знаете у нас есть базовый ассортимент импаст там осталось сравнительно немного импаст там остался классический набор импаст вот так выглядит этот набор ставьте плюсики у кого есть наша импаста это действительно уникальный продукт вот уже сколько лет прошло я знаю что многие мастера и преподаватели даже других школ любят нашу импасту любят для китайской росписи использовать просто для прорисовок потому что это уникальный продукт когда импасту мы выпускали это был первый продукт выпустил именно в так как такого состава краску гелевую без липкости вот потом конечно много повторили но вот именно наша импаста она уникальна по составу у нее такая высокая вязкость очень высокая вязкость конечно прям тонкие элементы не очень комфортно делать но есть очень много техник когда это просто идеальный продукт для прорисовок я сейчас беру им пасту неоновую она продается поштучно 4 оттенка я беру бабуга я беру розовый лимон лазерный лимон и я беру лайм там еще есть адреналин он такой немножко полупрозрачный такой вот алый красный его лучше смешивать с красной клюквой ну кто работал поймет о чем я так и для прорисовки самих сердечек я беру black tar это черная им паста это черная паста и что я сначала делаю я сначала делаю контур этих сердечек о да им паста будет идеально для стемпинга мы конечно краски лаковые сделали но мы понимаем что вот наши фанаты наши поклонники вы будете любить работать именно им пастой хотя лайки в любом случае их нужно иметь там есть просто варианты когда например им паста не совсем подойдет вы не сможете это им паста сделать вот поэтому это очень удобная штука и мы знаете я сначала так одну блин нужно еще краски гелевые делать для стемпинга потому что у наши же наших красок они же не рассчитаны на стемпинг у них нет плотности такой там же настолько тонко размазывается вот но приехала аня околот она начала когда работать курс сделать она говорит слушай катя наоборот даже хорошо что вы как нет плотности смотрите у меня здесь black tar сделано она говорит наоборот представь это если был в черный плотный ну было бы тяжело бы смотрелось так вот а так он получается такой графит где-то прозрачненько где-то плотный правда какой-то объем такой необыкновенный красивый он у им пасты именно да с одной стороны не хватает прозрачности но и в этом кайф и в этом плюс там просто смотря какой вы дизайн делаете что такое печати сделали поясните пожалуйста штампик да штампик будет сейчас просто у нас два штампика таких прозрачных выйдут вот и но я планирую сразу следом еще привести такой металлический штампик розовой оправе он считается вообще самым лучшим для стемпинга вот ну в принципе для красок гелик вообще не имеет значения какой стемпинг ой этот штампик смотрите я не парю с контуром сердечек почему потому что я сейчас просушу и буду заполнять сейчас за стемпинг спрашивать будете когда в продажу смотрите примерно с середины февраля 15 18 февраля ориентировочно когда поступит в продажу курс по стемпингу поступит в продажу раньше потому что он уже практически готов его уже даже смонтировали вот живой курс я надеюсь что будет вести все школы потому что сейчас у нас 1 2 февраля пройдет аттестация инструкторов вот и и как раз мы там будем инструкторам показывать наши пластины и именно наши материалы как с нашими материалами конечно и в европе будет дядечки ну как всегда девчонки кто из европы ну вы должны понимать но всегда там где находятся основатели компании и собственники да там где именно центральный головной офис там всегда выпускается продукт впервые но вы согласны с этим поэтому не нужно расстраиваться психовать там вот девочки писали в начале эфира вот почему в британии до сих пор нету будет но позже смотрите видите я как чуть-чуть наслаиваюсь на импасту виде я как чуть-чуть нахожу на нее и получается очень тоненько обводка сейчас кто-то спросит почему я выкладываю на руки краска гелевая в отличие от гель-лака она не вызывает аллергию вот поэтому я спокойно наношу на кожу этого делать конечно же не нужно но я просто забыла одеть перчатки а так у меня сейчас здесь были перчатки я вы перчаточками работал так и лайм обожаю наши неоновые импасты вот еще у нас есть сити вумен импасты в ассортименте но по моему мы их решили тоже вывести если получится купить сити вумен успеете обязательно купите сейчас импасты выходят по две-три коллекции в год мы их поддерживаем но это все и лимитированные коллекции тоже конечно как раньше продавались краски гелевые сейчас гель-лаки все перебили гель-лаки и декорации они рулят все смотрите какие милашные сердечки будьте внимательны с толщиной принципе неоновые импасты они хорошо просыхают но все равно имейте ввиду эта краска гелевая это не 3d гель поэтому если жирно нанесете чтобы она у вас просохла ой боже вот это я сколько как я как же я много говорю ой я вам еще не сказала хотела напомнить голливуд краски у нас вышли очень хочу чтобы юля донченко провела с ними эфир я хотела чтобы она сделала аквариумные ногти с аквариумным дизайном короче эти краски они гель-лаковые это гель-лаковые краски они средней плотности для спецэффектов мы здесь в подарочек решили положить небольшой кусочек потали вот и краски они именно знаете вот как вот средней плотности так как это гель-лак будьте внимательны накладываем на палитру и тут же крышечкой закрываем ни в коем случае не работаем этими красками с открытой банкой открыли набрали немножко сколько нужно для ногтей и убрали вот они витражные с эффектом витража и с очень красивым наполнением шиммеров есть крупнее шиммер есть золотой есть вот такой вот смотрите перламутровый есть серебряный вот например добавлен шиммер есть вот такой красивый терракотовый но перламутровый я недавно stories выкладывала мастер-класс сейчас а кстати найду чтобы вы посмотрели как смотрятся эти краски здорово сейчас секундочку когда человек блогер телефон просто одни stories сейчас сейчас я найду вот-вот-вот-вот видите очень классно делать вот на прозрачные ногти там может с каким-то аквариумным эффектом я не делала здесь в аквариум я это дело все под последний слой геля под финиш вот но получается такой красивый аквариумный эффект вот прям всем рекомендую эти краски кто вот любит делать какие-то красивые интересные длинные ногти вот еще раз напомню называется голливуд обязательно спустя юля донченко сейчас приболела сделаем прямой эфир чтобы она прям сделала на длинных ногтях замоделировала либо верхние формы сделала либо там на нижних формах что-то нарастила и сделала что-нибудь красивое симпатичное вот напомню что это гель-лак в баночках поэтому с открытыми крышечками нельзя работать с этими баночками так напомню что closet to nature есть у дистрибьюторов нужно спрашивать у кого остались наборы посреди на официальном складе на нашем уже закончились я просто сейчас предупреждаю что есть на и мешок немножко а так если чего это коллекса еще осталось по штучке вот очень симпатичные цвета вы сейчас отзывы основные все пишут и говорят о том что абсолютно все цвета ходовые так ну что можно я так думаю заканчивать я же самый прикольный вариант не показала с текстоном представляете слушайте девочки ну нет смысла сейчас дальше показывать конечно потому что это очень много для прямого эфира что я уже практически час говорю да 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 все всем хорошего настроения обязательно пересмотрите эфир еще раз я показала сегодня очень много новинок презентацию то что у нас есть уже в наличии что ожидается обязательно на этой неделе еще проведу эфир по текстону покажу вот эту абстракцию которую я не успела показать все всем пока пока